Какие-то неудачные. Неудачи в грехах. Любой грех – это неудачный. Нет, это, конечно, неудачный процесс. Но есть особенный грех, который заключается в себя неудачным. Меша Хохма приводит гмора в том юмор, который сравнивает грехы, которые грешили Шаул с Агак, что-то наставляет Агак жить, он не убил его, как заповедовал Всевышний через пророк Шмуэл. Есть грехи, которые грешили Давид Амеллах, царь Давид. И говорит Шаул. Человек не знает, насколько у него есть помощь в небе. Потому что Шаул был неудачный. Из-за этого греха он потерял все, потерял царство, потерял все. А Давид Амеллах грешил с Урия, что он сделал с Урия хитии, чтобы он умер в фронте. И еще грех, который приводит к тому, что он читал еврейский народ. То есть в разных моментах Давида, но удачный был. Что удачный? Всевышний спас. Что он остается царем, он остается Давид, Меллах, Исраил. И поэтому говорит гмора, что иногда есть какая-то помощь в небесе, иногда нет. Говорит, что здесь происходит, почему так, почему здесь да, почему нет. И что значит, когда удачный грех, неудачный грех. Говорит, что есть разных видов грехов. Есть разных видов грехов. Бывает, что человек грешил. Грешил само собой. Между себя и Всевышний. Грешил. Никто об этом не знает. Никто не повлияет ни на кого. И это называется грех страшный и надо делать чувак. Но есть грех, который заключает в себя то, что называется хилулашем. Оскворение именно Бога. Мы знаем и мы думаем, что хилулашем это когда мы кое-что делаем и не евреи о нас думают плохо. Это хилулашем. На самом деле, как мы видим в Гмара, в Талмуде и в Аллаха и в Рамба, самый страшный хилулашем это когда человек совершает грех перед 10 евреев. Почему? Это оскворение именно Всевышнего. Тогда слава и почет, уважение Всевышнего как будто уменьшится в этот мир. Когда 10 евреев видят, что один еврей грешил, человек, который публично согрешил, тогда он совершает, как будто уменьшится слава Всевышнего в этом мире. Это самый большой хилулашем, который может быть. Почему? Потому что хотим ли или не хотим, но это повлияет на человека. Когда человек видит, что другой человек грешил, это повлияет на него. И уменьшится страх трепета перед Всевышним. Наоборот, когда человек делает митсва перед 10 евреев, и он делает, чтобы люди от него учились, что делать больше митсва, Тогда это самый большой хиллашем, который может быть. Когда мы повлияем не только дело митцвота, а повлияем, что другие делают митцвот, это самый большой хиллашем. Говорит Меша Хохманов, какой-то аспект грех Шаул, это был публичный грех. Он сделал войну с конца года, она все ждала, что было с Агагом, что было с царем Алеком, и Шаул оставляет его жить. Это публичный хиллашем. Кроме того, что он сделал неправильно, он наступил неправильно, ошибка, конечно, на уровень Шаул. Великий царь Шаул, Великий царь, но на его уровень это был грех, а грехи, которые совершил Давид Амеллах, не факт, что все об этом знали. Да, есть, написано в нашем мультфильме, что потом стало известно, но во время греха, во время, когда он сделал этот грех, не так известно было. Это не был грех перед детским временем, не был грех, публичный грех, и поэтому это не такой степени, как и Шаул Амеллах. Поэтому говорит Меша Хохманов, это то, что говорит нам по сути. Когда есть момент, когда человек нарушает закон, например, нарушает закон, он может как-то поговорить или договориться с министром, с полицейским, с судьей, что просит милость, пожалуйста. А если человек оскоряет царь, страна, тогда никто не может ничего делать, только сама царь может прощать на такой грех. Если человек делает кое-что против царя, тогда только царь может. Если был такой, если был неудачный грех, если был грех, а то из этого пришлось не только порчу себя, но оскорение имя Севишни перед детским временем, тогда единственный способ, как вернуться к этому греху, к неудачному греху, это только если человек вернулся прямо к Севишни, а до Шамилка ехать только до самой Севишни. Мы понимаем, каждый человек, который живет в этом мире, понимает, что он не живет отдельно, один, одиноко в мире. У каждого человека есть близкие, есть семья, есть родственники, есть коллеги, есть друзья. И наши, мы должны понимать, что наши действия повлияют на хорошее или, не дай бог, на плохое, на все, которые вокруг нас. Не только, когда человек делает, он не повлияет только на себя, он повлияет на всех, которые вокруг себя. Люди от него учат, люди от него видят и понимают, что если он так делает, тогда хорошо, что мы тоже так сделаем. Да, чтобы в этот осветный меч, чувак, если не раскаян, мы вернулись в шуму, на все наши грехи. И особенно, давайте подумаем, чем я могу быть лучшим в этом году, Новый год только начался, в этом году, что я буду делать, не только для себя, не только, чтобы я был лучшим человеком, но что другие тоже учили от меня. Если я буду приходить во время молитвы, тогда это дает стимул, дает повлиять на других, что другие тоже пришли на молитвы во время. Если я буду приходить на урок, если я буду просить, чтобы было больше уроков, хаврута, каждое действие, поступок, которое я сделаю, не только ради себя, не только для себя, а для моих близких, моих других, это самый большой заслуг, который может быть в эти дни, между Шанайом и Кипой, да, чтобы Всевышний дал нам возможность вернуться к Чуву, Шлема, Шува, Исфал, Ада Шамалу Кеха, чтобы мы нашли каждый из нас наши пункты, наши моменты, что надо исправить, чтобы в будущем году было только хорошим, кмар, хатима, това.